В этом взрывчатом мире забытой уже тишины, где над всеми бессонное время летит безучастно, не придется вам пусть никогда ждать любимых с войны. Роберт Рождественский. 22 июня 1941 года. Многие школьники и студенты уже сдали свои экзамены и наслаждались теплыми деньками долгожданного лета. Если бы не пришла она. Война. Это слово, от которого у многих идут мурашки по коже, а у кого-то наворачиваются слезы на глаза. Самое страшное, что может ощутить каждая женщина на себе, это потерять своего любимого, родного и близкого человека. Эта боль знакома многим тысячам женщин, которые так и не дождались своих братьев, сыновей, мужей и отцов с войны. Моя семья знает это не по наслышке. Василий Денисов. Мой прадедушка. Он был в числе первых новобранцев, которые ушли на фронт. Был рядовым Красной Армии. Он бы прошел всю войну, если бы в начале весны 1944 года не пропал без вести в Беларуси. Мария Ивановна, моя прабабушка, каждый день ждала его. И каждый день для нее мог стать решающим. Она либо плакала бы от счастья, видя в своих воротах Васеньку, либо плакала бы от горя, держа в руках похоронку. Одиночество. Ты профессия. Да безумно сложная. Мария Ивановна так и не смогла выйти замуж и умерла вдовой в возрасте 94 лет. Отец моей бабушки Ани, Федот Фомин, ушел на войну. Но так и не вернулся с нее. Только лишь два года назад нашей семье удалось узнать место его захоронения. Село Малоярославец, братская могила. Дата смерти 1941 год. Вот уже девятый год в России идет акция под названием «Бессмертный полк». Она помогает семьям погибших и не вернувшихся солдат помнить о них и чтить их память. Люди несут высоко над головами портреты своих близких и родных с гордым лицом и трепетанием сердца. Многие из них записывают истории о своих родственниках в народную летопись. Для чего это нам нужно? Чтобы не забывать имена тех героев, которые отдали свои жизни ради того, чтобы жили мы с вами. И пока мы будем помнить тех, кто проливал кровь, защищая Родину, будем жить и мы. Будет жить вся Россия. К сожалению, война не обошла и мою семью. Мой прадед Клинин Алексей Николаевич воевал с 1944 года. Он освобождал Польшу, город Шицин. Он состоял в 65-й армии 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского. До последних своих дней он со слезами на глазах вспоминал, как он в составе 65-й армии переправлялся через реку Адер под обстрелами немцев. Тогда было очень страшно, повсюду были выстрелы. Мой прадед чудом остался жив. После войны он еще долгие-долгие годы не мог смотреть на воду, потому что перед глазами всплывала картина того ужасного времени. После войны он 3 года проработал шофером, после чего получил звание младшего лейтенанта. Мой прадедушка награжден многими орденами и медалями. У него есть орден Красной Звезды, медаль за отвагу, за доблестное выполнение боевых действий командования. Также есть медаль за взятие Варшавы. Моя прабабушка Клинина Мария Дмитриевна бережно хранит все его ордена и медали. К сожалению, война не обошла и ее стороной. Когда ей было 14 лет, началась Великая Отечественная война. Их деревня зачатия в Московской области находилась под немцами. Немцы зверствовали, убивали всех, кто их не слушался. Они отбирали у людей всю еду, отнимали скот. И людям было нечего есть, выживали как могли. Однажды моя прабабушка сказала немцу, русский солдат кут, а немецкий солдат шайца. И тогда немец наставил на нее дуло автомата. Но, к счастью, моя бабушка чудом осталась жива. Она до сих пор со слезами на глазах вспоминает тот момент. В 1943 году моя бабушка начала работать на швейной фабрике. Они шили кителя для военных. К счастью, моя бабушка еще жива. И скоро исполнится 92 года. Я очень рада, что могу услышать из первых уст события того жестокого времени. У моей бабушки есть много медалей и наград. Она была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Медалью за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Узник несовершеннолетний, ветеран войны. В 2015 году, во время юбилея Великой Победы, моя бабушка была награждена памятной медалью «Непокоренные» в поддержку жертв нацизма и сохранения памяти о погибших того времени. Я хочу рассказать про своего прадеда, Матюхина Филиппа Филипповича. Война за Кавказ началась в 1942 году, когда его забрали в армию. Он попал в артиллерию 268-го полка, который ресоцировался в Крыму. Прибыв на место, будучи еще в гражданской одежде, он успел отремонтировать 20 танков. А позже начались бои. Они отступали от Крыма и прошли через Темрюк, Краснодар, Тихорец, Кормовир и Минеральные воды. Также посчастливилось войти в наш родной город, прохладный. Радед на своем С-65 подъехал к родительскому дому, хотел зайти повитаться с семьей, но он не успел. Бои начинались подмайски. Позже они переправились через Терек и окопались около Рихотовских ворот. Немцы сбрасывали листовки с предложением сдаться, но ребята были крепкие, никто не собирался отступать. Когда начался бой, немцы окружили батарею и захватили оружие. Ничего не оставалось, как вступать в многобажный бой. У моего дедушки были очень большие руки. Очень сильный, он был очень сильный. Поэтому дрался не на жизнь, а на смерть. Было очень страшно, как он рассказывал, но в итоге наши ребята победили. Но это был не конец. Дальше был мой сдог. Задача по уничтожению немцев в упор была выполнена успешно. И здесь дедушке опять посчастливилось вернуться в наш родной город, в прохладный. Тогда в дом первый зашел командир, а после мой прадед. Он заходился с льзами на глазах. Увидел двух колдовалого ребенка, начал его сильно обнимать. Бабушка сказала, оставь, это соседские, вон твой Юра. Юра это мой дедушка, тогда ему было два года. Но война на этом не закончилась. Мой прадед догнал свой полк уже в станице Солдатской. Позже по тому же пути они возвращались в Крым. Филипп Филиппович также принимал участие в боях по освобождению Севастополя. Он вернулся домой в гвардии старший сержант. Продолжил без никакого отдыха трудовую деятельность сельскохозяйственного рабочего. Я горжусь своим прадедом и передаю историю дальше. Я хочу рассказать о моих прадедах, которые прошли Великую Отечественную войну от начала до самого ее конца. Начну с Тесленка Петра Ивановича. Он начал войну в Западной Украине, дошел до Варшавы, освободил Вену, Будапешт, Прагу, Варшаву. Закончил войну в 1946 году в Маньчжури. Был начальником автопрометанковых войск. У него было 9 контузий. И к 70 годам он полностью ослеп. Но все равно продолжал заниматься любимым делом. Это чинить различную технику. И так как он родился в селе, уже в старости он продолжал там жить. И продолжал чинить сельскую технику, даже слепым. Тесерявый Александр Авраамович. Он был директором сельской школы в Украине, в селе Попасном. Начал войну в Киеве и закончил в Берлине. Он тоже прошел войну от начала до самого конца. Служил в 195-й стрелковой дивизии. И звание у него было старшина. Начал войну в Белоруссии. Дважды выходил в окружение. Закончил войну в Восточной Пруссии в Кенигсберге. Был кадровым военным. Начал войну в звании младший лейтенант. И закончил в звании подполковника. Служил в 137-й Бобруйской дивизии. Причем, что интересно, он освобождал те же места, в которые выходил в окружение. Имеет два ордена Красной Звезды. Орден Боевого Красного Знамени. Орден Великой Отечественной Войны 1-й и 2-й степени. Я хочу поблагодарить моих прадедов и всех, кто участвовал в Великой Отечественной Войне. Потому что благодаря их усилиям, их храбрости, их стойкости, их отваге, сейчас наша жизнь по-настоящему счастливая. Я хочу сказать спасибо за мирное небо над головой. Как разглядеть за днями, след нечеткий. Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старшей было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к химкам. Те самые с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслоняясь рукой, скомандовала тонко «Батарея! Ой, мамочка, ой, родная! Огонь!» И залп. И тут они заголосили. Девчоночки запричитали сласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежное, рябое. Был ветер обжигающий, горячий. Былинный плащ висел над полем боя. Он был слышней разрывов, этот плач. Ему, протяжному, земля внимала, остановясь на смертном рубеже. «Ой, мамочка, ой, страшно мне! Ой, мама!» И снова «Батарея!» И уже пред ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко четыре черных танковых костра. Раскатывалась эхо над полями. Бой медленную кровью истекал. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова. И родину, и маму, и Москву. И синие пружинищие ветки, торжественность венчального стола, неслыханная «Ты моя навеки!» Несказанная «Я тебя ждала!» И губы мужа, и его ладони, смешное бормотание во сне, и то, чтобы закричать в родильном доме «Ой, мамочка, ой, мама, страшно мне!» И ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это после, в сорок пятом. Конечно, к тем, кто сам пришел. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ